МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вертолет летает, потому что трясется". Так полушутливо, полусерьезно говорили ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Немногие знают, что советская вертолетная отрасль зародилась именно здесь, в ЦАГе. Рассказ об этом в фильме Оружие. Исследования по вертолетной тематике начались с первых же дней существования ЦАГи. Работой возглавил ведущий специалист в этой области Борис Юрьев. Еще в 1911 году он запатентовал одновинтовую схему вертолета с хвостовым рулевым винтом. Позднее эта схема стала классической в мировом авиастроении. Правда, поднять в воздух опытную машину тогда не удалось из-за слабости и несовершенства двигателя. Ввод в действие первых аэродинамических труб позволил Борису Юрьеву вернуться к строительству винтокрылых машин. В 1925 году в рамках экспериментального аэродинамического отдела он создал специальную вертолетную группу. Ее возглавил ученик профессора Жуковского, талантливый инженер Алексей Черемухин. Именно он стал первым главным конструктором и первым летчиком-испытателем этого вида авиационной техники в Советском Союзе. Черемухин Алексей Михайлович. Руководитель геликоптерной группы ЦАГИ. Годы жизни 1895-1958. Окончил Московское высшее техническое училище. В годы Первой мировой войны был военным летчиком. Кавалер многих наград, среди которых Высший боевой орден Франции, военный крест. В 1928 году в ЦАГИ была разработана и принята в эксплуатацию мощная наземная установка для испытаний больших несущих винтов. Это позволило добиться серьезного прогресса в развитии вертолетостроения. Началось вертолетное дело здесь. Серийные вертолеты стали создаваться сначала здесь. Кстати, это была традиция еще со времен начала 30-х годов, когда Россия создала первую в мире летающий одновинтовой вертолет Черемухина. Раньше намного, чем у Сикорского, на 9 лет. Вождаев Евгений Семенович. Один из ведущих ученых в области теоретической экспериментальной аэродинамики винтокрылых летательных аппаратов. Выпускник Московского авиационного института. Доктор технических наук. Профессор. Первый вертолет ЦАГИ назывался 1ЭА. На этой машине были установлены рекордные показатели высоты и продолжительности полета. 1ЭА. Экспериментальный одновинтовой аппарат. Взлетная масса 1145 килограммов. Максимальная скорость 30 километров в час. Силовая установка. Двигатель воздушного охлаждения мощностью 120 лошадиных сил. Диаметр несущего винта 11 метров. Статический потолок 600 метров. В ходе испытаний были вскрыты многие детские болезни вертолетной техники. Конструкция оказалась малоустойчивой. Ей не хватало запаса прочности. Полетам мешала сильная вибрация. Двигатели не выдерживали нагрузок. Винты разрушались. Несколько пробных полетов закончились катастрофами. Поэтому первая модель вертолета ЦАГИ подверглась коренной модернизации. Конструкторы изменили схему несущего винта. Это позволило серьезно повысить устойчивость и управляемость машины. Снизить уровень вибраций. В 30-е годы ученые ЦАГИ разработали 3 новые модели вертолетов и 14 моделей автожиров. Летательных аппаратов гибридной схемы. Они взлетали как самолеты. А при посадке планировали с помощью верхнего винта, который раскручивался потоком воздуха. Автожир А7, сконструированный инженерами Центрального аэрогидродинамического института, успешно прошел государственное испытание и был произведен войсковой серией. Эта машина имела интересную судьбу. В предвоенные годы 1А7 летал в предгорьях Теншани, занимаясь опылением садов и другими народно-хозяйственными работами. Остальные были вооружены пулеметами и грозным летом 41-го приняли участие в боевых действиях. Автожиры стали корректировщиками артиллерийского огня и разведчиками. Серьезное влияние на развитие советской вертолетной отрасли оказала война. С первых дней Великой Отечественной научная деятельность ЦАГИ была подчинена решению неотложных практических задач. Исследования по перспективной тематике, в том числе вертолетной, были отложены. К разработкам вертолетов институт вернулся после окончания войны. Этим направлением занималось опытное отделение. Среди его сотрудников особо выделялись будущие генеральные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль. Надо сказать, что Камов был когда-то начальником у Миля. То есть это были два соратника ЦАГИ, работающие в области вертолетной науки и техники. В 1947 году командовать этим отделением начал Михаил Миль. Он был начальником вертолетного отделения, которое здесь, вот в этом помещении размещалось. В этом помещении, в этом отделении Миль сделал первый свой вертолет. Ми-1. Знаменитый вертолет Ми-1. Создал первые образцы оборудования для экспериментальных исследований. Провел первые экспериментальные исследования, очень важные. И потом, конечно, ЦАГИ вместе с Милем много-много, долго и до сих пор работаем вместе. Миль получил собственное конструкторское бюро. А вертолет Ми-1 успешно прошел государственные испытания и был запущен в серийное производство. С этой модели фактически начала свою жизнь вертолетостроительная промышленность Советского Союза. Затем усилия Центрального аэрогидродинамического института сосредоточились на фундаментальных и прикладных исследованиях. Хорошая научно-экспериментальная база ЦАГИ позволяла вести успешную работу в интересах растущей вертолетной отрасли. С начала 50-х годов в Центральном аэрогидродинамическом институте развернулись исследования вертолетов соосной схемы. Успех модели К-8 позволил Николаю Камову создать собственное конструкторское бюро. Исследования показали, что идея соосного расположения несущих винтов открывает новые перспективы для боевой авиации. Вертолеты, построенные по такой схеме, получаются компактными и устойчивыми в полете, имеют хорошую управляемость. Аэродинамическая симметрия корпуса, возможность продольного и поперечного полета позволяют создавать машины с уникальными боевыми характеристиками. Например, соосный вертолет успешно выдерживает сильные порывы ветра с любых ракурсов. Это качество имеет особое значение для авиации корабельного базирования. Ветер дует, может, с разных сторон на вертолеты. А вот реакция вертолета на эти ветра у него наиболее спокойна. Потому что он аэродинамически симметричен. Поэтому на него, строго говоря, не столь важно, с какой стороны на него подул ветер. А в условиях корабля на море, вы понимаете, это, когда он находится в условиях очень сложной ветровой обстановки, это очень важно. Камовские вертолеты соосной схемы получили самое широкое распространение на кораблях военно-морского флота СССР. Опыт боевого применения ударного К-50 на Северном Кавказе доказал, что полеты на соосных машинах безопасны не только над морем, но и в горных условиях. Во время работы вертолетных винтов возникают сильные переменные нагрузки на корпус. Это приводит к преждевременному износу и старению элементов конструкции. Поэтому одновременно с началом проектирования вертолетов ЦАГИ развернул исследование прочности винтокрылых машин. При этом учитывалась специфика применения вертолетов, особенности конструкции и бортового оборудования. По результатам экспериментов удалось выработать общее требование по прочности вертолетов. Программа испытаний таких машин проходит обязательную экспертизу со стороны ученых. Без положительного заключения ЦАГИ ни один вертолет не будет сертифицирован. Безопасность полетов стала основополагающим принципом на всех стадиях строительства и эксплуатации винтокрылых машин. Одной из самых серьезных проблем, с которыми пришлось столкнуться ученым ЦАГИ, стал флаттер. Это эффект взрывного разрушения машины в воздухе из-за сильных самопроизвольных колебаний. Впервые он проявился во время испытания вертолета Ми-4. Из-за флаттера, несущего винта, произошло несколько аварий, которые вызвали гибель машин. Ученые ЦАГИ подробно изучили проблему и научились успешно решать ее. Еще одной заслугой института можно считать создание вертолетных автопилотов. Систем, которые обеспечивают автоматическую стабилизацию и управление винтокрылой машиной без вмешательства человека. Ученым удалось сделать почти невозможное. Ведь вертолет, в отличие от самолета, по определению не может быть устойчивым в воздухе. Вертолет не создан для полета. Весь полет – это борьба между летчиком и вертолетом. Один летать не хочет, а другой его заставляет. Если они договорятся, лучший вариант. Популярное среди пилотов изречение. Одним из главных итогов плодотворной работы ученых ЦАГИ стал фундаментальный труд руководства для конструкторов вертолетов. Это своеобразная азбука вертолетного дела, благодаря которой растут новые поколения разработчиков этой сложнейшей техники. Фундаментальные прикладные исследования, которые проводились в ЦАГе имени профессора Жуковского, уникальная экспериментальная база этого комплекса, ставят его в один ряд с лучшими научными центрами мира. Богатый опыт ученых Центрального аэрогидродинамического института позволяет им решать задачи любой степени сложности. Субтитры создавал DimaTorzok